Алматинцы и гости города теперь смогут посетить экскурсии в здании КБТУ. Первое мероприятие для горжан пройдет в канун Дня Республики, а известные общественники, блогеры и журналисты уже успели побывать и увидеть историческую ценность мегаполиса в рамках масштабного пресс-тура в КБТУ. Мероприятие приурочили к 125-летию казахстанской нефти и Дню Республики. Что можно увидеть в историческом здании и материале наших корреспондентов? Уютные коридоры, просторные кабинеты и аудитории. Каждый уголок в здании КБТУ пропитан историей и духом советских времен. Когда-то здесь принимались важные государственные решения, ставшие решающими для независимого Казахстана. Ну а сейчас в этом историческом здании находится ведущий вуз страны. Здесь готовят высокопрофессиональных специалистов нефтегазовой промышленности и высоких технологий. Поэтому Казахстанско-Британский технический университет готов показать всем желающим историческое здание и рассказать о том, чему обучаются будущие профессионалы. Мы понимаем, что оно должно быть открыто для общественности, чтобы каждый мог иметь возможность посетить. Вот за рубежом есть дворцы королей, и в какое-то время они свободны для посещения. И также здесь мы хотим сделать то же самое, организовать туры, свободные посещения для жителей нашей страны, чтобы они ознакомливались с одной из главных архитектурных достопримечательностей нашим зданием. К слову, КБТУ находится под управлением общественного фонда ННИФ, который уделяет большое внимание непрерывному развитию учебного заведения. При этом фонд «Некоммерческая организация» и получение дивидендов от образовательных учреждений, включая КБТУ, не является его целью. Все средства, полученные университетом, реинвестируются в развитие инфраструктуры, образовательных программ и научных исследований. Принцип фонда заключается в том, чтобы направлять все доходы на улучшение образовательного процесса и поддержку студентов, а не на получение прибыли. Перед университетом стоят очень большие задачи по развитию новых профессий, по разработке образовательных программ по новым профессиям. И это очень важно, потому что если мы это не сделаем сегодня, завтра к нам никто не придет учиться. И сегодня бренд КБТУ на рынке труда есть. Работодатель, когда видит, что это диплом КБТУ, он понимает на самом деле, что он взял хорошего к себе специалиста. Выпускники работают в международных компаниях, на международном рынке. И это подтверждение того, что мы идем в ногу со временем. Все эти работы были проведены в первую очередь для создания комфорта студента. Но помимо модернизации и ремонта исторического здания, фонд ННЕФ обеспечил обучающихся в КБТУ всеми условиями. Здесь создали высокотехнологичные лаборатории, научные библиотеки, центры автоматизации, симуляторы и многое другое. В целом, с момента основания фонда ННЕФ в развитие образовательной системы Казахстана вложено более 250 миллионов долларов, что эквивалентно 120 миллиардам тенге. Кроме этого, фонд Халык и лично Тимур Кулебаев оказывают активную поддержку развитию всех образовательных проектов фонда, а также инициируют новые проекты, направленные на улучшение качества образования и создание современных условий для обучения.